Устрашающий уровень, чем его оппоненты. 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 настрой и сам же справа пропускает опущена левая передняя рука была в предыдущем эпизоде этим попытался воспользоваться рожиев убит у каева была опущена и сам же опять навстречу пропускает убит у каева и сейчас пока что видно что нет такой четкого поставлена ударная техника немного сумбурный коряво как-то на удар наносит и открывается даже в каких-то эпизодов поэтому вполне возможно сейчас рожиев будет присматриваться вот этим да этот левый боковой на скачке действительно очень опущена была рука убит у каева адам совершенно верно подмечено это и более искушенный удар на технике соперник мог бы наказать навстречу но здесь другого выбора нет юсуфа и у анзора попытка сейчас добить соперника приходит себя рожиев а вот это да это помогает клинче артиллерия вот он тяжелый дивизион посмотрите какие мощнейшие удары только я покритиковал биту к его за его ударную технику как он тут же что называется заставим я замолчать а действительно мощь в руках конечно поиска оказалась и вон это продемонстрировал и справа попал и в клинче локтем если я не ошибаюсь да локтем но и при этом на выходе сам тоже чуть-чуть коленом получил отражи его успел зацепить анзор его еще одна двойка много не доходит до цели второй удар уже 1 кровь появилась рассечение под правым глазам у биту к его но откровенно говоря конечно и кости шире и тяжелее рожиев его я думаю конечно даже легкие его попадания они будут оказывать определенный эффект соперника но при этом в желании не откажет биту к его более настойчив более агрессивен вот это да действительно вот и дешевле и он да не ожидал еще раз а справа туда еще раз минок и сейчас сумбурный обмен ударами вкладывается буквально в каждое движение и супе биту каев попытка тейкдауна конечно базовый чудоист опытный анзор ажиев просто так таком медленном действии от соперника не дать себя привести еще один удар справа скользь проходит вот таки в блок приходится да совсем рядом но немного не хватает этим атакам биту к его кстати вот биту каев несмотря на то что дан не на высшем уровне эта самая ударная техника но он не чурается он идет он не стесняется он атакует то время как рожиев чуть более скован в этом аспекте туда пропустил рожиев пару ударов очень жестких пару это жестких а еще больше остальных по тяжести своей конечно это немного остудило пыл и без того не очень эмоционального рожиева и не очень активного он сейчас он справа хорошо встретил и потряс что называется еще раз вправо попадает биту каев нашел эту брешь в обороне соперника юсуф и здесь конечно именно вот эти удары тут и постановка кисти не то вот тут конечно именно за счет своих физических показателей рожиев с легкостью отражает эти попытки тейкдауна со стороны своего молодого визави вот неплохой джеб уже раз за разом доходит до цели у анзора тут и справа включает вот а не хватает мощи конечно и спор и видно что он немного выдохся юсуф в этих эпизодах когда он бил он вкладывался очень сильно где-то кислорода ему уже чуть-чуть не хватает но может быть такой стартовый запал тоже чуть-чуть подзадохнулся вполне возможно втором раунде придет себя по крайней мере нам бы хотелось этого ожидать аплодисменты если уже после первого раунда бойцы не могло юсуф кипкаев кто болеть за биту каева да действительно очень много сил в первом раунде вот мы видели попадание сначала справа потом слева а вот здесь оказывается все таки так начинает второй раунд первый был более чем интересный о аперкот слишком откровенно выбрасывает эти одиночные удары из биту каев конечно было бы хорошо если бы он скрывал свои атаки явно показывает он сопернику что будет делать но при этом очень опущена рука уражи его передняя эту брешь в обороне соперников все-таки нашел битков и сама попадает рожей в час левая встречает обратите внимание насколько опущена передняя рука уражи его апперкот встретил соперника анзор левый когда не вложил в корпус в этот удар рожиев и на месте сам остался не опасно вдрывается двойка биту каю тут же хайкик двойка мимо хайкик блок самое интересное рожи и вообще не пытается бороться биту каев битака его было несколько попыток перевести соперника в партер но вот рожи и фон только в стойке и работает не сказать что прям уж очень активно да он одиночный выбрасывает больше пытается до действовать от соперника очень опасно рядом на размастую удары уже немного приспособился к своему сопернику анзор рожиев уже на уровне подсознание чувство надеть чувствует эти атаки обратите внимание насколько опущена его передняя рука это это серьезная брешь в его обороне этот апперкот и на встречу правый чуть было не наткнулся анзор рожиев но нет уже такой мощи ударов биту каева не вложился в то действие да действительно очень пассивно ведет бой анзор рожиев как вы уже отметили действует от соперника так с линцой передвигается иногда выбрасывают удары навстречу справа слева чаще слева и этот апперкот именно вот этому оружию прибегает анзор из раза в раз на выходе справа попадает и сам пропускает тот же биту каев не было такой мощи в этих ударах к сожалению вот этот хайки периодически его тоже выбрасывает биту каев ствол блоком приходится хороший джеб отражи его слишком уж опускает голову пропуская проваливается что называется при во время своих атак биту каев конечно желание не откажешь этого спортсмену нужно чуть-чуть аккуратнее действовать потому что таких ситуациях любой вот выброшенный удар может это было очень жестко никаких эмоций не демонстрирует рожиев и все-таки одноклубники уважаемые друзья напомним как раз вот эта стадия поединков начиная с данного боя она пройдет под эгидой гран-при беркут финалы именно финальные поединки внутри клубного чемпионата гран-при турнира кому как удобнее здесь исключительно одноклубники бьются друг с другом надо отдать должное биту к его смотря на усталость уже явную в первом раунде он продолжает гнуть свою линию пусть удары уже не таких тяжелых вот это да и снова один и тот же удар второй раз но это не намеренно конечно же просто от большого желания но анзора жив с честью из этой ситуации уходит второй раз подряд виктор корнеев предупреждает сейчас юсупа биту к его ждем начала возобновления этого поединка до возобновляется видно что юсуп очень сильно устал тяжело дышит обзор меньше к и конечно же анзора больше функционал сохранилось то что он не так активно атаковал но при этом почему-то вот уверенность все-таки своих способностей больше именно убит у к его или по крайней мере он более активен он больше атакует да действительно очень осторожен анзора же его он выжидает непонятно чего от удар корпус из раза в раз выбрасывает эти удары юсуп биту каев еще один удар еще один мощный вот на встречу пропускает вот здесь разживую не хватило все таки наверное вот этот инстинкта которому сегодня говорили из них то убийцы чтобы добить соперника и конечно очень тяжелый рожиев вот именно у него нет вот этой в кавычках грязная работа именно в клинче и вот эти этих обменом ударами то есть ему обязательно физически может быть и подустал но морально волевые качества на высочайшем уровне на самом деле вызывает уважение вызывает уважение принципе все кто сюда выходит от юсуп биту каев мне очень нравится его характер его нацеленность именно на атаку постоянно умение это дело приходящего снова право через руку еще один лоуки левый боковой блок точности не хватает конечно юсупу но при этом он активен снова корпусом бьетку рукой ну и видно что петукаев он адаптировался уже в манере ведения боя своим соперником принципе как и его визави но петка и стал более хладнокровен что ли но более спокойно с его глаза появилась понимает он что не можешь большего соперник продолжить ему то есть если это беспокойство где-то внутри было у него то сейчас он уже не чувствует угрозы от соперника тоже время конечно нельзя бдительно стерять потому что тяжелый вес как мы не раз об этом говорим кстати вот мы так немного и под критику критикуем даби тука его то что где-то отсутствие мастерства именно в ударном аспекте но при этом самом деле это ведет уже постоянно диме доминирует а постоянно атакует и да действительно уже конечно потеря функциональных возможностей конечно а справа попадает юсупу каев конечно интересный проспект юсуп всего лишь 19 лет ему возможно мы слишком многого требуем от этого молодого спортсмена но тоже время мы конечно не можем не уважать его стремление именно победить из раза в разу братства на те удары вертушка я конечно парень очень молодой очень впереди независимости от исхода этого поединка видно что парень с большим сердцем с хорошим будущем мы чтобы не вести игру в огневорота как говорится пару слов андори рожиеве безусловно очень серьезный джидаист наверное первую очередь потому что не дал он себя перевести партнер сейчас не дает и очень свободного кстати все попытки пресекают а физически очень сильный но где-то конечно не хватает ему и лишь на решительности казалось бы даже он техничнее именно более обучен ударной техники более обучен ударной техники но при это мало пользуется оооо это попадало включает правым прямым но не добивает опять вот это та самая решительность а второй раз подряд да и вот тут завязки пинчи работают бойцы еще раз справа попадает андори рожиев наконец-то включается он апперкот буквально спасается частью супе тука и вот этих атак соперника сейчас прессингует да видимо ждал это момент андори рожиев минута до конца этого поединка вот он его шанс вторые полторы минуты есть еще и вот сейчас нужно проживу конечно же атаковать а вот рассечение у него тоже появилась вот и первый перевод партер даже не перевод накрыл своего соперника андори рожиев контролирует а юсу просто ждет подержать течение времени чуть больше минут у нас остается до конца этого поединка уважаемые друзья да вот он его шанс андори рожиев должен решать здесь если он рассчитывает на победу конечно заправляет одну ногу да конечно чуть больше активного действия нужно здесь нужно добивать или пытаться душить эти злополучные ноги это незаправленный не зафиксированы бэк маунт буквально требуют от андора решительное действие добивания и так стринцой добиваются дорожиев его соперника видимо конечно тоже силы не беспредельные конечно же локо да обратно выпускают вытукают и видно было что андор выжидал выжидал своего момента и давайте усыпил бдительность оппонента хотя вполне возможно стоило ему наверное еще во втором раунде постараться вот так вот концовку забрать получилось как получилось и теперь вот ждем вердикта а действительно все таки есть этот определенный скрытый потенциал в андоре рожиеве видели мы что все таки покритиковали моего третьем раунде взорвался он подряд соперника правый удар навстречу с вами видели его видимо жесткий удар но вот не хватает решительности а решительность она придет через бои нужно драться выступать почаще андору флага флага для тяжелого дивизиона 32 года это не критический возраст я бы сказал это самый рассвет на самый рассвет у него еще есть время конечно же под набраться вот этого профессионального опыта боев дамы и господа по завершении финала в тяжелом весе обратимся к судейским запискам все трое судей оценили этот бой 29 28 таким образом единогласным решением судей одержал победу и стал чемпионом гран-при перку в тяжелом весе анзор рожиев вот это да уважаемые друзья казалось на его сопернику по финалу юсупу битукаеву два раунда остались за юсупом битукаевым казалось бы но вот здесь анзор рожи его дают этот бой от